Первая задача динамики. При рассмотрении второго закона Ньютона возникают две задачи динамики. Первая и вторая. Первая задача динамики – известно движение, необходимо найти силы, по действиям которых это движение происходит. Эта задача более простая, чем вторая задача динамики, по той причине, что требуется продифференцировать аналитические функции, что проще, чем интегрировать принципиально. Рассмотрим задачу. Груз М, массы 0,102 кг, подвешенный на нити длины 30 см, L, в неподвижной точке О, рисунок имеется, представляет собой конический маятник, то есть описывает окружность в горизонтальной плоскости, причем нить составляет с вертикалью около 60 градусов. Определить скорость груза и натяжение Т-нити. Мы не рассматриваем, как это сделано. Можно представить, что рукой вот такой маятник раскручивается или еще каким-то образом. Не так-то просто это сделать механически. Но вот такая задача. Дано это. Решение. Изобразим систему вертикальной плоскости, проходящей через подвес, и укажем действующую на материальную точку силы. Груз движется в горизонтальной плоскости по окружности. По закону Ньютона мы можем записать. Массу умножить на нормальное ускорение равняется... Подставляю нормальное ускорение и проецирую усилие на горизонталь. Т на синус 60. Приравниваю и получаю скорость. Подставляю значение. Скорость у меня будет равняться 2,1 метра в секунду. Это была проекция на горизонталь. Если я проецирую на вертикаль, то у меня будет следующая запись. Т на косинус 60 равняется МЖ. Отсюда нахожу Т. Подставляю значение. Получаю Т равно 2 Ньютона. Задача решена. Рассмотрим следующую задачу. Масса кузова трамвайного вагона. Масса 10 тысяч килограмм. 10 тонн. Масса тележки с колесами. 1000 килограмм. Определить силу наибольшего и наименьшего действия вагона на рельсе горизонтального прямолинейного участка пути, если на ходу кузов совершает на рессорах вертикальные гармонические колебания по закону Х равняется 0,02 умножить на синус 10Т. Х в метрах. В свое время в Советском Союзе была замечательная передача «Это вы можете». Изобретатели представляли всякие изобретения. И там сидели профессора, инженеры, конструкторы, изобретатели и обсуждали это горячо. И вот было такое изобретение – вставить в лом пружину. И вот одна часть говорила, что этот лом будет лучше лед разрушать, вторая очень жарко спорила, что это не так. Вот эта задача чуть-чуть приоткрывает занавес над пониманием тех процессов, которые будут приходить в той задаче. Ну, вот она более такая классическая задача. Вагон на пружинах колеблется, найти максимально-минимальное усилие. Значит, рассмотрим два груза по отдельности. Два тела по отдельности. Тело, сам кузов и вот колеса. И вот запишем второй закон Ньютона. Он, как правило, легко записывается. Значит, на первый груз, на кузов будет действовать, я ось Х направляю вниз вертикально, и второй закон Ньютона у меня запишется в следующей форме. Масса кузова имеется в виду на Х с двумя точками, на ускорение кузова, равняется МЖ минус Ф-упругости. Ф-упругости – это сила, вот, ресор. Сила ресор. Она меняется со временем. На второе тело я могу записать МХ с двумя точками. М – это масса колес. МЖ, малое МЖ, плюс Ф-упругости минус Н. Где Н – это реакция, то, которую нам нужно определить. И поскольку смещения колес нет, то МХ с двумя точками приравниваем нулю. Делаем рисунок, изображаем все вот эти усилия. Видно, что вот эти составить два уравнения совершенно несложно. Значит, из второго уравнения я выражаю реакцию Н. Она будет равняться МЖ плюс Ф-упругости. А из первого выражаю Ф-упругости. МЖ минус МХ с двумя точками. Значит, Х мне дано. Я беру вторую производную. Легко, да, потому что вторая производная от гармоники. Легко находится. И подставляю, определяю Н. У меня получилось, что Н равняется МЖ, М малое умножить на Ж, Ж, ускорение свободного падения, плюс М большое умножить на Ж, плюс 2М синус 10Т. Значит, вот синус принимает значение плюс-минус единица, и мы получаем максимально-минимальное значение реакции. Подставляю значение. У меня получилось, что максимальное усилие, максимальная реакция 12,78 на 10,4 ньютона, а минимальное 8,78 на 10,4 ньютона. Значит, при определенных параметрах колебания Н минимальное может стать равным нулю, и вагон начнет подпрыгивать. Это возможно. Ну, это какие-то более интересные задачи, более сложные будут, да, если рассматривать подпрыгивание. Рассмотрим следующую задачу. Шарик, масса которого равняется 0,1 кг, падает под действием силы тяжести и при этом испытывает сопротивление воздуха. Движение шарика выражается уравнением. Движение задано. Каким-то образом вот эта координата шарика была замерена и выражена во времени аналитически. Это сделать не так просто. Но вот задача-то дано. Значит, х равняется 4,9 на t минус 2,45 на скобку единицы минус e в степени минус 2t, где х в метрах, т в секундах. Ось х направляем вниз. Требуется определить силу сопротивления воздуха, r, и выразить ее как функцию скорости. Обычно сила сопротивления бывает пропорциональной или первой степени скорости, когда скорости небольшие, или второй степени скорости, когда скорости большие. Бывают и третьи степени скорости. Например, когда вот рассматривают движение метеоритов, то там скорость огромная, там километры в секунду. Вот Челябинский метеорит влетел 20 километров в секунду. При взрыве одна часть ускорилась до 40 километров в секунду. И вот я видел статьи, где рассматривалось движение, и сила сопротивления бралась пропорционально кубу, кубу скорости. А встречал такие статьи, где даже дробная была скорость в дробной степени. Уже очень интересно. Ну, там при малых скоростях. И вот мы должны найти, а у нас шарик падает. Вот будет пропорционально, скорее всего, или первой степени, или второй. Вот давайте, а как определить? Я записываю второй закон Ньютона, несложно. mx двумя точками, после того, как я смотрю на рисунок, вижу, что сила тяжести направлена вниз, сила сопротивления направлена вверх. x я направил вниз. Значит, второй закон Ньютона у меня запишется. mx двумя точками равняется mg минус r. Выражаю r отсюда. Он будет равен m умножить g минус x двумя точками. А поскольку x мне дано, я беру, определяю вторую производную. Но вторую производную, сначала я еще и первую производную определю, потому что это скорость. А мне нужно найти силу сопротивления от скорости. А это мне пригодится. Значит, подставляю значения, получаю зависимость силы элементарно. Силу сопротивления от времени. Просто автоматически это получается. r равняется 0,98 умножить на скобку 1 минус e в степени минус 2t. А с учетом того, что скорость мы уже нашли, мы время исключаем, скобки заменяем и получаем, что r равняется 0,2 умножить на x с точкой. То есть сила сопротивления пропорциональна первой степени скорости. Первой степени скорости. Реально это сделать не так просто, как вот сейчас мы это сделали, потому что замерить x от t, в наше время, конечно, попроще, но все-таки это отдельная задача и достаточно сложная. Рассмотрим еще одну задачу. Груз, вот на рисунке мы имеем груз с массой 600 килограмм. Тресунок посредством ворота поднимают по наклонному шурфу, составляющему угол 60 градусов с горизонтом. Коэффициент трения, имеется в виду сухого трения, грузоповерхность шурфа равняется μ0,2, безразмерный коэффициент. Ворот радиуса 0,2 метра вращается по закону φ, равный 0,4 на t в кубе. Найти натяжение троса t как функцию времени и значение этого натяжения через 2 секунды после начала подъема. Вот такая задача. Значит, делаем рисунок подробный, указываем все силы, выбираем систему координат, джентльменский набор, да, со школы известный. Чтобы решить задачу, нужно сделать хороший чертеж, выбрать систему координат, указать все силы. А дальше применяем второй закон Ньютона. Второй закон Ньютона в проекциях на оси. На y это будет n-mg на косинус 60 и приравниваем к нулю, потому что по y перемещения нет. Отсюда n получается mg на косинус 60. Нам это пригодится, да, потому что здесь входит сила трения. А сила трения мы знаем прямо пропорционально давлению. Самые удивительные законы, да, наверное. Проецируем на x. t минус mg на синус 60 минус f трения равняется m. По закону Кулона сила трения скольжения определяется по формуле f трения μ на n. Подставляем. Значит, ускорение будет определяться фи с двумя точками на r. Фи с двумя точками 2,4 на t. Тогда а получаем 2,4 r на t. Видите, ускорение прямо пропорционально времени. Из выражения, из проекции сил на ось х мы получаем выражение t. Подставляем значение и получаем, что при t равном 2 секунды сила натяжения будет равняться 6256 ньютон. Вот достаточно большая сила.